Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас выезд на природу. Прекрасный день, морозный вечер, и мы с вами готовим самый зимний, самый вкусный напиток. И это будет глинтвейн. Теплое вино, свареное вино. Напиток, который понравится всем от мала до велика. От мала, потому что сегодня мы готовим этот напиток не на вине, а на виноградном соке. На вкусном, качественном виноградном соке. Кому нужен побольше градусов, можно приготовить этот напиток на вине, либо же потом добавить еще немножко коньячка в готовый напиток. Ну, а так, чтобы он понравился всей семье, мы будем использовать обычный виноградный сок. Лучше покупать получше. Смотрите, чтобы был это не нектар, а был именно виноградный сок. Сегодня у меня в качестве источника тепла мангал, вертикальный мангал от компании Стэн. Я приехал на дачу и буду на нем еще вечером готовить. Ну, а пока угли прогреваются, уже идет жар, я решил приготовить глинтвейн. Почему? Сначала глинтвейн, а не основное блюдо. Готовится глинтвейн очень быстро, но настаиваться напиток должен почти час, для того, чтобы все ароматы специй, все его вкусовые качества раскрылись. Для того, чтобы приготовить глинтвейн, особо хитрого ничего не нужно. Сейчас практически в любом магазине, продуктном магазине, в котором продаются специи, можно купить готовые наборы. Наборы именно для приготовления глинтвейна. В него входит обычно изюм, имбирь, гвоздика, миндаль. И, конечно же, один из основных ингредиентов – это корица. Именно корица дает такой вот очень зимный, очень теплый вкус. Ну, также для приготовления глинтвейна понадобится еще и апельсин. Легкая цитрусовая нотка в напитке придает особую пикантность и раскрывает, в принципе, весь букет, весь аромат глинтвейна. Берем либо бутылку вина, красного вина хорошего, либо один литр сока виноградного выливаем в посудину. У меня это обычная кастрюлька из нержавеющей стали. Но лучше, конечно, готовить в эмалированной посуде глинтвейн, для того, чтобы он не пригорел. Сок вылили. И сейчас сразу же можно добавить сюда все специи. Имбирь, миндаль, корица, естественно, много-много изюма. Добавляем все это дело в нашу кастрюльку. Ставим ее на огонь и ждем. Ждать нужно до тех пор, пока виноградный сок не начнет давать вот такие мелкие-мелкие пузырьки. Доводить до кипения этот напиток ни в коем случае нельзя. Нам, так как мы используем виноградный сок, в этом плане проще. Но если же вы используете при приготовлении глинтвейна вино, делать этого, конечно же, нельзя, потому что чем выше температура, тем меньше алкоголя в вашем напитке остается. При 80 градусах начинает активно испаряться алкоголь из напитка. Ну, сейчас я перемешаю наш напиток. Практически сразу же в напиток можно добавить апельсин. Апельсин добавлять можно очень-очень просто. Режем его на 4 дольки. Эти 4 дольки мы с вами выдавливаем в наш будущий глинтвейн. Сами шкурки бросаем туда же. Еще 2 у меня остались. Выжимаем, добавляем последние 2 дольки. Пусть это пока выглядит не очень красиво, но зато, поверьте мне, запах уже, уже запах пошел. Со временем все эти специи начнут раскрывать свой аромат. Я пока прикрою крышечкой, но буду проверять наш напиток, не закипел ли он. Вертикальный мангал от компании Стэн у меня прижился. На нем очень удобно готовить шашлык, очень удобно что-то разогревать. Можно сверху поставить сковородку, можно поставить кастрюльку, как в данном случае, и в ней разогревать еду, которая привез из дома, либо же готовить такой вкусный напиток, как готовим мы сегодня. Ну, естественно, есть большое желание приготовить что-то необычное на этом мангале. И в одном из следующих роликов я вам покажу, как приготовить блюдо на вертикальном мангале с использованием решетки гриль. И я вас всех познакомлю с результатами этого эксперимента. Ну вот, друзья, глинтвейн уже готов. Точнее, он приготовился, но ему нужно около 30-40 минут, ну, лучше час, настояться. Поэтому оставьте его в теплом месте. Ну, или если ваш мангал или печь не сильно раскалена, оставить можно на печи. Главное, не доводить до кипения, иначе напиток наш испортится. Сейчас я сниму пробу, затем возьму свою любимую термокружку, налью туда глинтвейн, и пойду заниматься своими хозяйственными делами. Ну что ж, снимем пробу. Что может быть лучше теплого, согревающего, с легкой кислинкой от апельсина напитка вечером, зимним вечером в Сибири. Друзья, желаю вам приятного времяпрепровождения на ваших дачных участках, даже зимой. Согревайтесь, будьте счастливы, пейте вкусные и полезные напитки. Ну, а если вы хотите узнать, что мы будем готовить дальше, подписывайтесь на наши социальные сети, подписывайтесь на канал Fornax Film, оставайтесь с нами, до встречи, друзья, пока! Вкуснячий напиток вообще, абсолютно! Я думаю, ты это так... Что, вырубать, да? Вырубай! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!